Привет, меня зовут Евгений и сегодня я расскажу как передавать информацию из Asana в Telegram. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать информацию из Asana в другие системы. Например, через Telegram вести учет новых задач, удобно хранить и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Asana. Теперь необходимо указать действие. Выбираем загрузить новые задачи. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Asana к системе Apex Drive. Заходим в вашу учетную запись и предоставляем доступ к Apex Drive. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и нажимаем «Продолжить». Выбираем рабочую область и проект, откуда мы будем брать информацию. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. Сейчас в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные, которые мы только что выгрузили. Если у вас все устраивает, кликаем «Далее». Настройка источника данных Asana успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы выбираем Telegram. Далее необходимо указать действие. Выбираем «Отправить сообщение». Подключаем ваш аккаунт Telegram к системе Apex Drive. Чтобы подключить аккаунт, нужно скопировать название бота и найти его в мессенджере. Выбираем бота и копируем строку для подключения. Отправляем это сообщение нашему боту. Ваш аккаунт успешно подключен. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и нажимаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поле, которое нужно заполнить для отправки сообщения в Telegram. В это поле нужно назначить переменные, из Асаны. Для того, чтобы добавить переменную, кликните в поле и выберите ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только добавлять переменные, но и прописывать значение вручную. Для перехода на следующую строку используйте Enter. Когда все необходимые поля назначены, кликаем «Продолжить». Теперь вы видите пример сообщения, которое будет отправляться в Telegram. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Telegram». Переходим в мессенджер и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе настройка приема данных Telegram завершена. Далее необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok